На библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня с Божьей помощью мы приступаем к изучению шестой главы. Первая тема с первого по четвертый стих – это тема о том, что нельзя творить милостыню напоказ. Смотрите, не творите милостыню вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Когда милостыня творится напоказ, это не уподобляет человека Богу. Бог ежедневно изливает свои милости на все творение. Он заботится о пропитании огромного количества людей. Он заботится о пропитании птиц небесных, зверей полевых, рыб морских и речных. Но Бог никогда не изливает свою милостыню напоказ. Он действует как бы сокрытием своего лика. И мы уподобляемся Создателю, когда творим милостыню не напоказ, не для того, чтобы нас прославляли люди, а творим милость ради самой милости. И в Священном Писании есть такое слово на еврейском языке хэсет. Хэсет – это милостыня, которая творится, не имея в виду, что какая-то отдача будет за этот милосердный акт. Если хотите, это беспричинная милость, которая не ищет своего, не ищет каких-то преимуществ для себя. Добро ради добра, а не ради каких-то целей, каких-то стратегических соображений. Также и молиться напоказ – это неправильно. И Христос говорит, и когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться. Что значит на углах улиц? Тебя видит и одна улица, и другая улица, как ты совершаешь свою молитву. И на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. То есть это не действие перед Богом, такая молитва, а это чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. То есть такие люди, которые молятся напоказ, творят милостыню напоказ, они уже получают одобрение от очень многих людей. Но что они получат на небесах? А тот, кто в Боге богатеет, сокровища копит на небесах, эти сокровища никогда не девальвируются. Такой человек не потерпит никакого банкротства. И Христос говорит, ты же, когда молишься, войди в комнату твою. Святые отцы говорят, твоя комната – это мир твоей души. И затворив дверь твою, у нас есть несколько дверей, это наши глаза, через которые свет проникает в нашу душу, и наши уши, через которые звуки достигают внутрь нашего сознания. И помолись отцу твоему, который в тайне, Бог действует в тайне, изливая милости свои. И отец твой, видящий тайны, видящий, что ты уподобляешься ему, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. И более того, в посланиях Павла мы находим слова о том, что мы не знаем, как молиться, мы не знаем, о чем просить Бога. Но сам Дух Святой, когда мы проявляем смирение, начинает молиться в нашей душе, в действиях воздыхания неизреченного, сообщая нам правильный настрой для чистой молитвы. Одна женщина, пожилая, прочитав слова о том, что надо зайти в дом свой, помолиться Отцу Небесному втайне, она сказала, у меня нет в моей квартире такой комнаты, где я могла бы уединиться. Она живет в очень стесненных обстоятельствах среди неверующих женщин и мужчин. И она не знала, как ей сосредоточиться на молитве. И тогда я посоветовал ей вспомнить, как святые апостолы были брошены в темницу, и они оказались там в окружении уголовников. Но наступало время молитвы, и они начали петь псалмы. И заключенные слушали их молитву. Действительно, умение избежать самовыпячивания, самогордыни – это то, что нас делает смиренными, то есть способными принять благодать. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда мы говорим лишнее на молитве, это имеется в виду, когда мы просим одно, другое, третье, четвертое, сами не понимая, а нужно ли нам то, что мы просим. И иногда люди даже как бы обижаются на Бога. Они так и говорят, я просил, а Бог мне не дал. Но Бог лучше нас знает, в чем мы имеем нужду, а что послужит нам во вред. Как апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно, и ничто не должно обладать мною. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, они пребывали в такой мантрической непрерывной молитве, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так, «Отче наш, сущий на небесах». Христос нам дает молитву, которая начинается словами «Отче наш». Не «Отче мой», а «Отче наш». На это обращает внимание священномученик Киприан. То есть в самой молитве, которая является таким интимным моментом в нашей жизни, когда мы затворяем двери своего сердца, отгораживаемся от мира и молимся, мы должны чувствовать соборную ответственность друг за друга. «Отче наш», не «мой», а «наш». «Сущий на небесах». Что значит «сущий на небесах»? А разве Бога нету на земле? Разве в Библии не сказано это слово Бога? Не я ли наполняю небо и землю? Эти слова «сущий на небесах» означают, что хотя Господь действительно наполняет и небо, и землю, и Он вездесущ, Он в то же время бесконечно превознесен над всем творением. Потому что хотя Бог вездесущ, Он нигде не соединен с материальным миром, ибо Бог по отношению к тварному миру, как горшечник по отношению к горшкам, которые Он делает своими руками. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». И здесь сразу возникает вопрос, а как мы можем светить имя Божие? Что мы можем прибавить к славе Божией? И почему Христос говорит, ищите Царствие Божие и славы Его? «Светиться имя Божие должно в твоей и в моей жизни». Когда по нам начинают судить о нашей вере, и в зависимости от того, как мы поступаем, мы или прославляем имя Божие, или из-за нас оно хулится у язычников. Как мы ранее уже читали, «И так да светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». «Да светится имя Твое», то есть в твоей и моей жизни. «Да придет Царствие Твое». Этими словами мы просим Создателя, чтобы рано или поздно абсолютный теократический порядок он бы восторжествовал как на небе, так и на земле. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот здесь святитель Филарет Роздов задает вопрос, а как на небе? И сам отвечает на этот вопрос, «На небе мятеж против Бога был подавлен, и мятежные ангелы, демоны и бесы сброшены в пространство между небом и землей». И когда мы молимся молитвой Господней, а именно так она называется, и просим Его, чтобы воля Его, Царствие Его было и на земли, яко на небеси, мы просим, чтобы однажды воля Бога и Царство Его, Христа Царя, восторжествовали бы над всем творением. И это произойдет, когда будет новая земля, новое небо, и новый Иерусалим, город, сходящий от Бога, и сам Христос своим присутствием будет освящать весь мир. И далее, «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Вот здесь святые отцы немножко разнятся в своих комментариях. Одна группа отцов, это западные отцы, Киприан Крафагенский, Блаженный Августин и другие, они говорят, что насущный хлеб это евхаристический хлеб, это святое причастие, это то, что сказал Христос о себе. «Я есть хлеб, сошедший с неба. Кто будет есть мою плоть, тот будет иметь жизнь вечную». То есть, в этом прошении мы просим Господа, чтобы хлеб насущный он подавал нам на каждый день. Но разве христианин может причаться каждый день? Конечно, нет. Но он должен жить так, как будто этот день проживается им перед причастием. А перед причастием даже самый ленивый христианин не позволяет себе делать то, что он делает обычно. Мы должны каждое мгновение нашей жизни посвящать Богу, жить как бы в присутствии Бога. Это и означает ходить перед Богом. Как о Ное сказано, Ной ходил пред Богом. Как о Енохе сказано, Енох ходил пред Богом, и Бог взял его к себе. Авраам ходил пред Богом. Ходить пред Богом означает помнить, что над тобою око видющее, ухо слышащее и книга, в которую записываются все твои деяния. Восточные отцы говорили так. Хлеб насущный, это мы видим у Златоуста и у Блаженного Феофилакта, это и хлеб для тела, тот материальный хлеб, которым мы должны питаться, и хлеб для души. А хлеб для души это и святое причастие, и Слово Божие, евангельские глаголы, те самые, о которых сказано, не хлебом, единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И далее, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот эта тема, она проходит через всю Нагорную проповедь, мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам. И когда мы произносим слова молитвы Господней, мы сами просим об этом Бога и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И мы должны прощать, потому что мы нуждаемся в прощении. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Но разве Бог кого-то вводит в искушение? Конечно, нет. В Писании сказано, Бог никого не вводит в искушение, Он никого не искушает, но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. О чем же мы просим Господа этими словами? И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Мы просим Его о том, чтобы Господь не попускал бы нам испытаний, искушений сверх наших сил. И в Писании со всей категоричностью говорится, Бог не посылает человеку искушений, испытаний сверх Его сил, но в самом испытании Он дает для человека и некое облегчение. И мы знаем, что такие угодники Божии, как Авраам, Моисей, Давид, они подвергались искушениям, то есть Бог посылал им испытания. Но с какой целью Бог посылает нам испытания? даже попускает лукавому подходить к нам не для того, чтобы нас проэкзаменовать, перепроверить, искусить. В глазах Бога мы абсолютно прозрачны. Если Бог это нам попускает только с одной целью, чтобы усовершенствовать нас. И некоторые отцы выразили эту мысль словами, если бы не было искушений, никто бы не спасся, потому что без искушений, которые нам попускает Господь, мы бы не поняли опасности того состояния, в котором мы реально пребываем. И далее прозглашается «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки аминь». Почему такое как бы обобщение, как бы итог подводится таким образом? Христос как бы говорит «Если ты думаешь, у тебя не хватит сил, знай, что есть над тобою царь, у которого и сила, и слава, и он во веки веков твой царь, он истинно заботливый владыка над каждым человеком». И далее Христос развивает тему в Нагорной проповеди о прощении «Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш небесный, а если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешение ваших». Здесь Христос как бы обобщает эту ситуацию и он прямо показывает, что мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог отнестется к нам. Итак, мы читали о том, что нельзя творить милостыню напоказ, нельзя молиться напоказ, а здесь Христос говорит о том, что нельзя поститься напоказ. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, а ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который втайне, и отец твой, видющий тайное, воздаст тебе явно. Великая цель поста это покаяние, то есть такое всецелое исправление человека, которое делает его угодным Богу, то есть это действие, которое совершаться должно не пред людьми, но пред Богом. Далее Христос говорит об опасности, которая подостерегает тех, которые стремятся только к земным благам, не думая о благах небесных. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржай истребляют, и где воры подкапывают и крадут, а мы можем добавить инфляция, все обесценивает, но собирайте себе сокровищ на небе, где ни моль, ни ржай не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. В Боге богатейте, так понимали эти слова наставники нашей веры. Богатеть в Боге это творить добро во имя Христа. И будучи движимым любовью Христа. Далее говорится, светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то есть, ты смотришь с чистым намерением на ближних, то все тело твое будет светло, а если же око твое будет худо, ты смотришь на ближнего с дурным намерением, то все тело твое будет темно, и так, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Здесь Христос как бы говорит, если мы иногда позволяем себе верующие смотреть дурным оком на других людей, и это тьма, то какова же тьма? Какими же очами на мир смотрят неверующие люди? Можно только содрогнуться перед таким их состоянием? Далее Христос говорит о необходимости выстраивать в жизни правильные приоритеты. Что должно стоять на первом месте, а что на втором? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Действительно служение Творцу и служение богатству, поиск каких-то гедонистических наслаждений, переживаний, это несовместимые вещи, и человек должен выстраивать правильную иерархию ценностей, что действительно имеет значение в его жизни, а что второстепенно, а что-то может быть и не должно даже именоваться среди верующих христиан. И далее Христос говорит о том, что не надо заботиться о завтрашнем дне, ведь мы же не знаем, а есть у нас этот завтрашний день. Многие христиане живут на перспективу, некоторые рассуждают сами в себе, вот начнется великий пост, мы начнем молиться, посещать храм, читать Священное Писание, пост наступает, перемен никаких нет, человек ждет страстную седмицу, вот тогда я буду все строго делать, наступает страстная седмица, ничего не меняется, мы не можем жить на перспективу, мы сегодня, сейчас, теперь, должны быть христианами, посему говорю вам, не заботитесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи и тела одежды, взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их, да и кто из вас заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть. Я читал в одной книге, умирала жена очень богатого американца, миллиардера, и она попросила, чтобы принесли ее любимое платье, и она так сжала кусочек этого платья в своих руках, что когда она умерла и тело как бы стало неподвижным, окостенелым, то этот кусочек обрезали, и она унесла его с собой, женщину, у которой были гардеропы и гардеропы. Действительно, наг приходит в этот мир, и наг его покидает, и Христос говорит, и об одежде что заботитесь, посмотрите на пылевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь, не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, которые точно живут на перспективу, не задумываясь о ценности настоящего времени. Кто ты сегодня, кто ты сейчас. Потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды его, и это все приложится. То есть выстроите правильную иерархию ценностей, что на первом месте, что на втором, что на третьем и четвертом. И последние слова сегодняшней главы. Итак, не заботитесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. То есть наше настоящее, как и наше прошлое, как и наше завтрашнее будущее, все находится в руках Бога. И все мы принимаем, как из Его рук. И от нас требуется искать Царствие Божие и славы Его, а все остальное приложится. ГОЛОС 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 Продолжение следует...